За этой дверью красная зона Химкинской областной больницы. Ни родственников, ни нашу съемочную группу внутрь не пускают. В стационар попадают пациенты с тяжелой формой коронавируса. И если раньше от этой болезни страдали в основном взрослые, то с приходом новых штаммов ситуация изменилась. Когда коронавирус только начал шагать по планете, дети или не болели вовсе, или переносили инфекцию в легкой форме. Прошло два года, вирус несколько раз мутировал, появились новые штаммы, которые дают тяжелые осложнения для детского организма. Так называемый мультисистемный воспалительный синдром. Это заболевание диагностируется только у детей. У взрослых это заболевание не диагностируется. Это заболевание, которое протекает с поражением несколько орган и систем, поэтому называется мультисистемный воспалительный синдром. Это, как правило, респираторный тракт, это, как правило, желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистый. Также ученые выяснили, что коронавирус поражает ткани поджелудочной железы и поэтому влияет на выработку инсулина. В результате синтез этого гормона нарушается и у ребенка может развиться сахарный диабет. К сожалению, современная медицина не способна восстановить разрушенные клетки. Пациенту придется стаивать инсулин. Врачи говорят, что вакцинация – единственный надежный способ избежать тяжелых осложнений. Вакцина также ГАМ-КОВИД ЛИУ, которая менее концентрирована, чем взрослая, адаптирована под подростков, вакцинируют с 12 до 18 лет. Вакцинация подростков уже началась в городском округе. Поставить прививку можно в 5-й поликлинике на Молодежной улице. Если подростку больше 15 лет, он может прийти самостоятельно. Если нет, потребуется присутствие родителей. Я доверяю своим родителям. Родители подсказали мне, как сделать правильный выбор. И поэтому я не сомневаюсь. В наше время я считаю, что это необходимо, потому что все-таки болезни выбивают нас из строя. Я сейчас уже нахожусь в 10-м классе, у меня скоро экзамены. И сейчас болеть никак нельзя. Детская вакцина, так же, как и взрослая, состоит из двух компонентов. Их ставят с перерывом в 21 день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова